На самом деле, годами об этом говорили. Население видело огромные, что называется, потребительские возможности высшего чиновничества. И мы подписали кучу всяких законов, нормативных актов, распоряжений правительства. Здесь надо отчитываться, здесь расходы должны соответствовать доходам и так далее. Но при этом ни для кого не секрет, и об этом говорили первые лица страны, что у нас коррупция просто приобретает характер ракового заболевания. У нас, напоминаю, в мае только последний президентский план приняли по борьбе с коррупцией. То есть мы с ней годами боролись, а она, к сожалению, об этом не очень знала. Но сейчас, на самом деле, вопрос даже не личного, вы его увлекали. Вопрос, мне кажется, больше психологического плана. Вопрос в том, что те люди на самом высшем уровне власти, которые раньше думали, что нахождение на этом уровне дает освобождение от возможностей проблем, сегодня начали об этом задумываться. И это уже некий маленький, но шажок в направлении борьбы с коррупцией. Конечно, неприятно чувствовать себя страной с одним из самых высоких уровней коррупции. Я считаю, что просто надо будет, конечно, раньше делать. Но, наверное, в том числе, потому что экономическая ситуация усложняется. И государство не может так спокойно смотреть на то, что происходит. Тем более, вы видите, зашли к простому полковнику МВД и сразу 300 миллионов евро. Ну, а мы об этом говорили годами. Мы говорили о том, что отжимают бизнес. Мы говорили о том, что бизнесмены садятся в тюрьму, выходят ни с чем. Мы говорили о том, что кто-то крышует обнал, кто-то крышует огромные госконтракты. И вот говорили, говорили, говорили. И вот, так сказать, первого человека нам показали. Ну, и я очень хотел бы, чтобы кроме вот таких шоу, мы бы с вами все-таки системную работу видели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok